Илита Арксплюй Продакшн представляет. Илита Арксплюй Продакшн всегда уменьшает свой порог здоровья до минимума, чтобы довести до максимума свою пассивку, эффект пассивки. Мы сейчас рассмотрим три антигероя. И там еще по списку я вам пробегусь, расскажу про других. Давайте начнем, наверное, с самого такого средненького варианта, такого слабенького, это Некрофос. Некрофос Соло его убивает, то есть Некрофос Соло убивает Хускара только с Аганиумом. Без Аганиума он Соло его убить не может. Но, все равно можно пикать Некрофоса, как антигероя, да, но просто добивать. То есть мы видим, что Хускар начал с кем-нибудь драться, у него мало здоровья, подбегаем, юзаем первый скилл, ультуем, все, Хускар в таверне. Давайте я вам покажу, как все это работает. То есть мы без Аганиума сейчас не убьем Хускара, к сожалению. То есть побили с руки, побили, побили, ультанули, нет, мы не пробиваем Хускара, не пробиваем. Но, опять же, я говорю, что именно как герой, который помогает добивать, Некрофос подходит великолепно. Пока, Некрофос, пока, пока. И теперь два самых лучших антигероя. Лучших, лучших. Который убивает Хускара стопроцентно, как Тузик Грелку. Запомните. Давайте начнем с Урсы. То есть Урса, все герои практически одного уровня. Так. Вэшка, Эрка. Хорошо, поехали. Ультуем. Все. Урса разрывает Хускара стопроцентном случае. Стопроцентных случаях. Даже если бы сейчас Хускар у меня стоял с Тараской, то Урса бы в любом случае убил Хускара. Давай, друг мой, возрождайся. Иди к нам. То есть Урса один из лучших антигероев. То же самое практически и с Аксом, да. Но само собой, лучше там Аксу собрать Блед Мэйл, это понятно. Но мы даже без Блед Мэйла сможем убить Хускара. Смотрите, как это все делается. Вы просто только посмотрите на это. Так, Регенку. Поехали. Оп-оп. Крутнись, друг мой, крутнись. Ну, крутнись. Ну и добиваем. И сам Акс у нас умирает. Ну, опять же, конечно же, если был бы у нас Блед Мэйл, мы бы убили еще быстрее. И если бы у нас он крутился бы несколько раз почаще, да. А не один раз за всю драку, то мы бы еще и выжили при этом. Но все равно, Акс убивает его в легкую. Теперь давайте я вам сейчас расскажу про других героев, которые просто мешают, мешают жить Хускару. Но они не могут так эффективно его убивать в соло. Мешают жить Хускару, да практически любые герои, которые могут выводить его из строя. В первую очередь это Станнеры. Это герои, у которых есть Хекс, например, Леон. Вот наш Леончик. Это, ну и у него и Стан есть, Вич Доктор Стан, потом Кини Стан, Шейкер и так далее. Ну, само собой, потом Хускар собирает БКБ. Здесь уже нам может помочь Бистмастер. Напомню вам, напомню вам, что у Хускара, да, пассивка увеличивает магическое сопротивление. Но не физическое. То есть, когда Хускар уменьшает свое здоровье до минимума, да, здесь уже любой дамагер просто на куски его разрывает. Например, Дров Рейнджер. Само собой, это сдалека. То есть, не когда он на нее напал, а когда он с кем-нибудь дерется, Хускар, прибегая Дровка и добивает. Также и Снайпер может добивать легкую. А уже подраться может и Свардар с Хускаром, почему бы и нет. Кинет на него метку, уменьшит броню и башами его заколотит. Отличный антигерой Хускара это Войд. Хускар ультует на Войда, теряет свое здоровье, Войд ставит купол. Если хватает дамаги, он добивает Хускара. Ну и так далее. То есть, пока у Хускара нету БКБ, здесь уже практически любые магии идут. Ну все, Хускар на самом деле не сложно законтрить, не сложно. Просто пикаете, в первую очередь, Акса, да, или Урсу. Я вам показал, что это вообще элементарно, особенно за Урсу. Ну и за Акс, это элементарно с Блэдмейлом. Я вам показывал без Блэдмейла, но с Блэдмейлом он еще легче. Пишите в комментариях имя героя, которого вы хотите увидеть в следующих выпусках. И я это реализую. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok